Андре Массена, Ницца, 4 апреля 1817 года, военачальник французских республиканских войск, а затем империи Наполеона I, маршал империи, герцог Револи, затем князь Исслинг. Биография. В 1775 году вступил рядовым во французскую пехоту, но так как офицерский чин давался тогда одним дворянам, Томас Сена, прослужив 14 лет, вышел в отставку в чине прапорщика, в самом высоком чине, который мог получить не дворянин. После революции вступил во французскую армию, в 1792 году уже командовал батальоном, а в 1793 году был дивизионным генералом. В итальянской кампании 1796 года приобрел славу выдающегося полководца, в 1798 году он был послан в Рим для истребования удовлетворения за убийство французского посланника. Здесь у Массина возникли крупные пререкания с подчиненными по поводу грабительства комиссариатских чиновников армии, которым он, по-видимому, покровительствовал. В 1799 году он получил командование войсками в Швейцарии. В первой битве под Сюрихом от 4 до 7 июня потерпел поражение от австрийской армии эрцгерцога Карла и отступил, бросив в городе 149 орудий. Но после ухода эрцгерцога вернулся и во второй битве под Сюрихом разбил русско-австрийскую армию под командованием генерала Римского Корсакова. Несмотря на то, что его армия численностью 35 тысяч противостоял русский корпус численностью 27 тысяч и австрийский корпус численностью 25 тысяч от 19 до 20 сентября 1799 года, потерпел поражение в бою с русскими войсками под командованием Суворова в Мутентале и Клинтале. Там он чуть было не попал в плен и чудом спася, оставив в руках русского унтер-офицера Мохотина обрывок своего расшитого золотом генеральского мундира. В 1800 году прославился обороной Генуи, при учреждении Первой империи получил звание маршала. Во время похода 1805 года командовал войсками в Италии, одержал победу над эрцгерцогом Карлом Прикальдиера, потом занял Венецию, Каринтию и Шририю, после Присбургского мира занял Неаполитанское королевство. По ходе 1806-1807 командовал правым крылом армии, по заключении Тильзитского мира получил титул герцога Револи, а в 1809 году, за отличие в сражении Преасперни, титул князя Исслингского. Кто не видел, как дрался Массина при Асперне, тот ничего не видел, говорил впоследствии Наполеон. В 1810 году Массина был назначен главнокомандующим французской армии в Португалии. Недостаток продовольствия принудил его к отступлению. С этого времени боевая деятельность Массина прекращается. В политических событиях он тоже не играет никакой роли. Когда Наполеон в 1815 году вторично отрекся от престола, Временное правительство поручило Массина командование Парижской национальной гвардии. По занятии столицы союзными войсками он удалился оттуда и, напомнил о себе лишь во время процесса маршала Анея. Доказывая некомпетентность военного суда, умер 4 апреля 1817 года в Париже от туберкулеза. Похоронен на Парижском кладбище Перла-Шес. Награды Орден Почетного Легиона Большой Крест Орден Почетного Легиона Великий Офицер Орден Святого Людовика Командор Орден Святого Губерта Орден Гражданских Заслуг Баварской Короны Орден Людвига Большой Крест Орден Железной Короны Большой Крест Орден Христа Большой Крест Продолжение следует...